Здравствуйте, дорогие телезрители! В прошлый раз мы остановились с вами действительно в исторический момент для колоний на Южном континенте. Мы остановились перед открытием золота в Австралии. И находка драгоценных металлов, а русыпи были очень богатые, полностью перевернула жизнь континента. И за какие-то 50 лет из большой овцеводческой станции, как называли Новый Южный Уэллс и другие колонии в Англии, на континенте выросло промышленно развитое государство, аграрно-индустриальное, конечно, пока еще, но тем не менее государство, которое стало догонять передовые страны Европы и в чем-то даже конкурировать с Соединенными Штатами Америки. Вот об этом, о том, как происходила эта метаморфоза, и пойдет речь в сегодняшней лекции. О золоте в Австралии слухи ходили давно. Еще в 1820-х годах некто священник Кларк пришел к губернатору Гипсу и принес ему самородки. Показал и предложил организовать экспедицию по поиску золотых россыпей. Но в то время, когда большинство населения колонии составляли каторжники, губернатор распугался и справедливо. «Бросьте это, мистер Кларк, иначе нам всем перережут глотки», – был ответ губернатора. И действительно, находки золота положили под сукно. Хотя и Полт Шелецкий, помните такого путешественника. И тот же Томас Митчелл говорили о своих находках, привозили самородки в Великобританию. Но боялись бунта. Боялись бунта больше, чем стремились к наживе. Поэтому о золоте до середины XIX века, когда уже большая часть населения колонии все-таки составляли свободные поселенцы, о золоте не говорили. И легенды о том, что некто приходил и расплачивался в пабах Сиднея золотыми самородками, а потом исчезал в буши, оставались слухами. 1848 год перевернул не только жизнь австралийцев, он перевернул весь мир. В Калифорнии были открыты богатые золотые россыпи, и началась американская золотая лихорадка. Помните Сакраменто? Край богатый, золото гребут лопатой, дуют ветры фью-фью. Прямо в Калифорнию, вот туда-то, в Калифорнию, и занесли ветер золотой лихорадки нашего сегодня, одного из наших самых главных героев на сегодняшний день. Это Эдвард Хаммон Харгрейвс. Человек огромного роста и мощного телосложения. 114 килограмм веса, сами можете себе представить. Был небеден, женат, но ветер странствий нес его вперед и вперед. И ни жена, ни дети не могли его удержать на месте. Из Австралии он отправился в Калифорнию, пытался там поискать счастье, ничего не нашел и вернулся домой. Но и дома-то ему не сиделось. И вот однажды, как вспоминают современники, во время прогулки в Голубых горах, он увидел, что ландшафты Нового и Южного Уэллса один к одному совпадают с тем, что он видел в Калифорнии. Это было решающим фактором. Он решил поискать золото здесь, у себя дома. Ему никто не верил. Всего два человека согласились сопровождать его в его походе. И знаменитая фраза. «Ребята, я буду баронетом. Вас посвятят в рыцаря, а из моей старой кобылы набьют чучело и поставят в британском музее» стало как бы лозунгом, девизом этой маленькой группы. Они пошли искать золото, и они нашли его. Нашли буквально под носом, недалеко от Батерста, в местечке Афир. И действительно, в результате Эдмонд Харгрейв стал достопочтенным джентльменом. А после публикации в Sydney Morning Herald газета, еще одна сиднейская газета к тому времени, манифеста об открытии золота в горах, началась уже теперь австралийская золотая лихорадка. Как только официально объявили о том, что золото лежит в буквальном смысле на поверхности, в горы двинулись все, кто только мог. Вот перед вами то самое местечко Афир, где впервые Харгрейвс нашел золото. Пока еще вы видите, тут только три палатки, да, всадник. Но поверьте мне, буквально через несколько месяцев здесь летом, вернее зимой австралийской, в июне-июле 1851 года, развернулось в буквальном смысле паломничество. Все взрослое население, какое могло только носить ноги и что-нибудь унести в руках, двинулось сюда, в голубые горы. На расхват пошли в магазинах орудия труда диггеров. К слову сказать, посмотрите вот на эту интересную брошку. Эту брошь диггеры заказывали себе в память о своих находках. Из золота были сделаны как раз лопата, кайло, отбойный молоток, сито для промывки породы и ведерко. Вот такие кулоны носили диггеры, так стали называть золотоискателей в Австралии. По их основному занятию, дигг, копать, копатели, добытчики золота, действительно для них ведра и лопаты стали поистине источником золотого запаса. Потому что золото было алювиальным, оно лежало буквально на поверхности. И работа диггеров заключалась в следующем. Надо было просто вырыть яму, один рыл другой, лебедкой поднимал породу на поверхность, третий в ближайшем водоеме промывал ситом, отбрасывая пустую породу, а самородки, вот они, в ваших руках. Понятно теперь, почему опустили и города, и поселки. Хозяева пытались вернуть удравших рабочих. Бесполезно. Наряды полиции, которые были посланы возвратить беглецов, оставались там же, в районах золотодобычи. И взвинтились цены на все товары первой необходимости. Фактически колонии, города, наверное, единственный случай в истории Австралии, обезлюдили. И даже губернаторы вынуждены были чистить своих лошадей и снаряжать повозки сами. Небывалый случай в истории Австралии. Моментально выросло население колоний. И диггеры, которые вымывали один участок, быстренько перебирались на другой. Вот, посмотрите, пожалуйста, перед вами как раз такие два диггера, которые переносят на следующий золотоносный участок свой нехитрый скарб. Одеяло, подушки, котелки, ну и, конечно же, лопаты. Не пугали их ни трудности, ни аборигены. Не пугало отсутствие еды и питья. Не пугали высокие цены, потому что золото, которое они добывали, давало им шанс, шанс стать полноправными гражданами. Ну и золотая лихорадка охватила все колонии. Началась с нового Южного Уэлса, а затем распространилась и Виктория. Кстати сказать, правительство Виктория объявило премию тому, кто найдет золото на его территории. И вот перед вами местечко Балларат, так называемый Кенвастаун, палаточный город. Действительно, поначалу здесь, на берегах местной речонки, расположился целый палаточный городок золотоискателей. А уже потом на этом месте вырос крупный поселок, ну, о котором мы, я думаю, еще с вами не раз вспомним. Главную улицу Балларата впоследствии, к слову сказать, назовут именем Чарльза Стюэрта, одного из открывателей, исследователей этих мест. Огромные капиталы наживали здесь. Удачливый старатель намывал до трех унций в день. Это было очень и очень прилично. И торговцы, которые моментально сюда пришли со своими товарами, тоже не прогадали. И из этих трех унций, как писали современники, одна уходила на оплату услуг торговцев, вторая на доктора, если требовался, ну, а третий мог распоряжаться золотоискатель. Поэтому, когда золото было открыто еще и в Куинзленде, будущей колонии имени королевы Куинзленд, то и сюда устремились золотоискатели. И, кстати сказать, именно открытие золота к северу от Нового Южного Уэллса и породило саму колонию. В 1858 году здесь было открыто золото, а уже в 1859 колонию признали как самостоятельную административную единицу. На какое-то время лихорадка затихла, но в конце XIX века она вспыхнула с новой силой, теперь уже в Западной Австралии. Кулгарди и Калгури стали символами золотой лихорадки на западе континента. И по обилию золотых россыпей они, пожалуй, превзошли все то, что было добыто на юго-востоке и на восточном побережье Австралии. Западная Австралия в конце XIX века давала 75% всей золотодобычи в Австралии. А золото, которое добывали на континенте, составляло 40% мировой добычи драгоценного металла. К слову сказать, как только появлялось золото, так хозяйство колонии резко шло вперед. И открытие золота в Западной Австралии быстренько ликвидировало вот ту отсталость полувековую, о которой я вам говорила на прошлой лекции. Австралия стала, и Западная Австралия стала заселяться очень быстро людьми, пришедшими сюда, как из восточных колоний, так и приехавшими со всего света. Ну, ныне единственный, так сказать, памятник этой эпохи, памятник, как теперь говорят, артефакт эпохи, это развалины вот этой вот хижины, хижины Диггера в штате Виктория, который является своего рода историческим экспонатом той эпохи. Ну, и помимо развалин, безусловно, в том же Баларате теперь создан музей под открытым небом, кусочек поселка золотоискателей, где каждый может попытать счастье. И теперь приезжайте, заплатите небольшие деньги, и вам выдадут сито, лопату. Кто знает, может быть, и вы найдете свою частицу золота. Но, конечно же, главное не музеи, а главное то, что австралийские колонии получили огромные капиталы. И все теперь зависело от того, как этими капиталами распорядиться. Капиталы выражались в деньгах, золото, и хотя две трети все-таки экспортировала Австралия, но одной трети вполне хватало, чтобы вложить эти деньги здесь, на Южном континенте. И второе богатство – это люди, люди, которые проезжали со всего света, люди, которые теперь уже составляли многонациональное население колоний. Здесь были и американцы, и ирландцы, и итальянцы. Кого здесь только не было на золотых призках, даже китайцы. Ну, немножко о людях мы поговорим чуть позже. А сейчас мне хотелось бы поговорить немножко об экономической стороне золотой лихорадки. Что получили колонии в результате вот этой вот огромной массы золота? В первую очередь, конечно, от этой добычи выиграло государство. Потому что очень быстро именно администрация колоний ввела лицензии на добычу золота. Понятно, да? И самое главное – организовало скупку золота у старателей. Государственные чиновники платили немножко больше, поэтому им и продавали свое золото диггеры. Это золото под конвоем перевозилось в крупные города. Вот перед вами как раз гравюра, которая показывает экскорт, золотой экскорт, который из Баттерста как раз привез золото в Сидней. Под охраной ящики с драгоценным металлом сгружают и переносят в банк. Вот эти банки, а теперь уже на базе золотой лихорадки не только банк Нового Южного Уэллса, появляются и другие финансовые учреждения, и стали как раз тем рычагом, передаточным звеном в организации многоотраслевой экономики австралийских колоний. Главное, конечно, было удержать золото на месте. И мощный стимул, который дала золотая лихорадка, был полностью использован двумя колониями. Но в первую очередь это, конечно, Новый Южный Уэллс. Посмотрите, перед вами новое здание городского совета, Таунхолл в Сиднее, построенное как раз вот в период процветания, как говорят австралийцы. Великолепное здание, до сих пор это украшение Сиднее, было построено с размахом и рассчитано на 2500 посетителей. За один раз зал мог вместить такое количество народу. Там же стоял один из лучших в мире органов. Это не просто развлечение, это символ того богатства, которое получила колония в результате открытия здесь золота. И основной лозунг колониальной администрации стал свобода торговли. Мощные капиталы были вложены в овцеводство, в обрабатывающую промышленность. Это был конек колонии. И, конечно же, нужно было торговать. Без этого нельзя было. Свобода торговли стала лозунгом Нового Южного Уэллса. А вот южная соседка Виктория тоже не стала отставать от своих старших товарищей. Посмотрите, это здание городского совета Мельборна. Ну, не хуже, как не лучше, чем в Сиднее, как вы видите. И действительно, вслед за этим центр Сиднее застраивается великолепными абсолютно зданиями. Недаром в эти годы город получает прозвище «Золотой Мельборн», роскошный, marvelous Мельборн. И главная улица Мельборна, Коллин-стрит. Вот фотография этой улицы в конце XIX века. Как вы видите, уже мало отличается от городов европейских. Это здания контор, банков, доходных домов. Особняки и конторы стали главной чертой жизни столицы Виктории. И помимо этого, конечно же, строятся роскошные соборы. Кстати сказать, вот перед вами здание собора святого Павла в Мельборне, построенное еще одним архитектором Австралии, главным архитектором Виктории второй половины XIX века Джозефом Ридом в стиле таком неоготическом. Да, очень красивое здание. Вот еще раз посмотрите, пожалуйста, на него. До сих пор это главный собор города Мельборна. Свои капиталы предприниматели Виктории предпочитали вкладывать в развитие промышленности. И лозунгом правительства этой колонии становится защита молодой промышленности, протекционизм. Вот это соперничество двух колоний будет определяющим фактором в экономическом развитии и их соседок. Но вернемся, так сказать, к общеавстралийским событиям. Главное, конечно, куда шли капиталы, это не строительство роскошных особняков и не строительство храмов, а это вклады в экономику. И овцеводство, продолжая сохранять свои позиции главной отрасли австралийской экономики, приобретает новые черты. Теперь уже это не скватеры, которые на свой страх и риск захватывают земли и гонят туда свой скот. Теперь это грейзерс, крупные землевладельцы, владельцы миллионов голов овец, которые объединяются, в свою очередь, эти владельцы в крупные корпорации. И уже владеют не просто стадами, не просто управляют землями. Они владельцы, в буквальном смысле, и складов, и судов по перевозке шерсти за границу. И австралийская шерсть действительно это лучшая шерсть в мире. И вот, посмотрите, пожалуйста, до сих пор сохранилась система выпасов, которая введена была как раз во второй половине XIX века. Как вы видите, пастбище изгородями разгорожено на такие участки. Эти участки называются в Австралии педоки. Участки соединены воротцами. И, собственно, задача одного пастуха и его овчарки, вот видите, там на заднем плане, это умнейшая собака, которая, как говорили современники, иногда превосходит умом самих пастухов, специально дрессированная порода. Задача пастуха и его помощника четвероногого просто перегнать стадо с одного педока на другой, ну и обеспечить водопой. Да приглядеть, чтобы собаки-динго, дикие собаки-динго, которых было достаточно в Австралии, не задрали скотину. Не нужны были ни навесы, ни укрытия, потому что климат теплый. Овцы единственное могли страдать от засухи. Вот это вот беда была. Но уж здесь забота была хозяина и государство, к слову сказать, которое очень этому помогало. Недаром в городе Голдберне на пути из Канберре в Сидней стоит огромный монумент Барану, вот тому самому Мериносу. Возвышается на дорогу, вы проезжаете у него как бы под брюхом, на котором действительно Австралия въехала в мировую экономику. Появляется новый отряд рабочего класса, стригали. Очень интересные люди, люди, которые вошли в фольклор, люди, которые перед вами на фотографии. Они работали сообща, вот такой большой компанией, сезонная была работа. Они переходили в сезон стрижки овец с одной станции, как называли крупные овцеводческие фермы в Австралии, на другую. И ножницами в день могли остричь несколько сот животных. Поверьте, эта работа очень трудная и очень сложная. И стригали за свою работу получали немало. Но условия их работы были далеки от совершенства. Back-breaking work, как говорили они сами. Работа, которая ломает вам хребет, ломает спину. И вот перед вами сцена smoke-o, как говорят австралийцы. Ну, как вы понимаете, сокращенно от smoking, перекур. Люди с ног валились после такой работы, но зато и получали больше, чем, скажем, стригали овечьей шерсти в Европе. Наряду с овцеводством появляется и развивается быстрыми шагами молочное и мясное животноводство. Особенно после изобретения рефрижераторов в конце 19 века мясо австралийских коров, быков, овец стало поставляться на экспорт. В двух видах. Первое – это охлажденное мясо, оно было дороже. И мясо глубокой заморозки, которое можно было перевозить за океан, оно стоило немножко дешевле. В конце 19 века по экспорту мяса Австралия стала составлять конкуренцию и Соединенным Штатам Америки, и России, к слову сказать. Да и, честно говоря, статистика говорит о том, что тех же овец на душу населения в Австралии приходилось 19 штук, в то время как в США этот показатель был 8 животных на душу населения, а в России 6. Ну и экспорт мяса приносил огромные доходы. Оборотистые австралийцы решили экспортировать не только баранину и говядину, они быстренько стали разводить страусов на фермах и экспортировать их роскошные перья, так сказать, для модниц, а мясо для гурманов. Разводили верблюдов. Слово сказать, до сих пор австралийские верблюды лучшие считаются на всем Ближнем Востоке. И нынешние шейхи приезжают сюда брать себе корабли и пустыни, на которых потом гордо появляются перед изумленными подданными. И, наконец, даже бич Австралии кроликов тоже сделали доходной статьей мясного экспорта. Ну, случай с кроликами, наверное, стал уже хрестоматийным. Вы помните, что сюда их завезли первые поселенцы. Кролики расплодились, как и положено этому животному, заполонили весь континент, съедали в буквальном смысле траву, отбирая корм у овец, и стали бичом австралийского буша. Ничем их удержать было невозможно. Делали глубокие траншеи, кролики перелезали, делали загородки, перелезали. И правительство нашло выход. Отстрел кроликов. За каждую тушку охотнику платили деньги. Тушку обдирали и отправляли за границу. Вот таким образом на первых порах поголовье кроликов удалось значительно сократить. Ну, а потом с ними уже справились ученые. В этот же период в Австралии развивается земледелие. О том, как оно развивалось, как на ноги ставили фермеров, я расскажу, наверное, уже в следующей лекции. А сегодня я только скажу, что наряду с зерновыми появляются здесь и новые технические культуры. В частности, хлопок и сахар. И вот так же, как крупные монополии образовались в области овцеводства и мясного и молочного скотоводства, так же крупная монополия Colonial Sugar Refining Company построила свои заводы в Квинсленде. Вот перед вами один из таких заводов по переработке сахара. А плантации сахарного тростника заняли почти все доступные территории северного Квинсленда. И приносили огромные доходы своим владельцам. Вот с таких сахаро-рафинадных заводов сахар отправлялся не только во все колонии на территории Австралии, но и в соседние государства. И приносил, повторю, огромные доходы. Не только обрабатывающая промышленность развивается на континенте, появляется еще и горнодобывающая промышленность. И в первую очередь это добыча золота. К концу века алювиальные запасы истощились, и золотые горнодобывающие компании стали работать уже более серьезно. Сейчас, если мы с вами приедем на золотые приски Австралии, перед нами откроется огромный котлован, откуда машины вывозят золото наверх и уже на специальном оборудовании добывают его из породы. Но второе по значению открытие после золота, принесшее славу и богатство Австралии, это, конечно, было открытие богатейших залежей полиметаллических руд в районе Брокенхила. Ну, вот это фото начала 20 века. Здесь перед вами огромный завод по переработке этих руд. И это уже действительно притеча той самой Брокенхилл Проприетери, BHP, которая теперь является не только гигантом австралийской горнодобывающей промышленности, это и гигант мирового класса. А начиналось все с небольших шахт, где добывали цинк, свинец и серебро в первую очередь. А вот меди было в Австралии тоже предостаточно. И главным образом медные месторождения находились в Южной Австралии, о которых я вам уже упоминала, и на острове Тасмания. И потихоньку вот эти две колонии, Южная Австралия и Тасмания, которые поначалу отставали от своих соседок, здесь золота не было, в общем-то стали становиться на ноги. К слову сказать, правительство Южной Австралии поступило очень умно. Поскольку золота своего не было, они привлекали золотоискателей тем, что платили за золото больше, скупая это золото, платили больше, чем где бы то ни было. Таким образом, свою долю, так сказать, золотых поступлений Южная Австралия также получила. Ну а когда развивается и сельское хозяйство, и промышленность, то, естественно, развивается и торговля. И вот торговые корпорации Австралии во второй половине XIX века, это действительно корпорации, я не оговорилась. Торговые дома, основанные частными владельцами, до сих пор существуют в Австралии. И вот перед вами как раз магазин одной из таких корпораций. Дэвид Джоунс, если вы хотите одеться по последнему, скажем так, писку моды, и если у вас очень много денег, то я вам настоятельно рекомендую отправиться в магазины этой фермы. Самые фешенебельные товары, самые фешенебельные интерьеры были здесь. К слову сказать, в конце XIX века в Австралии строятся пассажи. Пассажи – это магазины, универсальные магазины, где можно походя, отсюда и название пассаж, купить все нужные вам товары. Ну, примером такого пассажа в Москве являются верхние торговые ряды, нынешний ГУМ. И вот такого же рода пассажи строятся в Сиднее, в Мельбурне, и сюда ходит самая изысканная публика делать покупки, брать, так сказать, все, что привозится из Европы. Ну и то, что частично изготавливается здесь. К слову сказать, география австралийского импорта и экспорта тоже расширяется. Если раньше главным поставщиком товаров и покупателем австралийских товаров была Великобритания, то теперь все чаще в конце XIX века корабли из портов Австралии отправляются в азиатские страны к соседям, и здесь продаются и охотно покупаются товары, произведенные на австралийских фабриках, заводах и добытых на рудниках. Но все это было бы абсолютно невозможно, если бы не выдающаяся роль государства в экономической истории Австралии. Надо сказать, что администрации колоний взяли на себя все капиталоемкие и нерентабельные отрасли, абсолютно все. Вот посмотрите сами, посудите. Там, где не был способен к конкуренции частный капитал, там вмешивалось государство. Середина XIX века, транспортные артерии Австралии, это немногие реки и дороги. Дороги в Буши, по которым двигались дилижансы американской фирмы Фримена Кобба. Естественно, на дилижансах, на телегах и даже на целых обозах много не перевезешь. Поэтому первое, за что берется государство, это железнодорожное строительство. Вот перед вами первый построенный на государственном заводе в Аделаиде паровоз. Паровоз, паровичок, который до сих пор сейчас как экспонат, естественно, существует. А в некоторых туристических районах и такие паровички возят составы, на которых ездят пассажиры. Этот паровоз был сделан уже в Австралии. Точно так же гордостью австралийцев являются и сделанные здесь же вагоны. Причем, обратите внимание, действительно вагоны небольшие, очень светлые, и у них всего шесть колес. Сейчас таких уже не делают. Такие вагоны, конечно же, перевозили немного пассажиров. Но и население Австралии, при всем при том, что резко скакнуло вперед по численности населения, достигало всего-то навсего около 4 миллионов к началу 20 века, рассеянных по всей территории континента. Так что, в общем-то, больше, наверное, и не требовалось. Но посмотрите, пожалуйста, вот на этот слайд. Это действительно шедевры инженерной мысли. Железные дороги прокладывались в таких местах, где, наверное, без талантливых инженеров просто ничего бы и не было. Делались тоннели. Вот один из них перед вами. Прокладывались удивительные мосты через пропасти. И до сих пор туристическим аттракционом является прогулка по так называемому Зигзагу. Железные дороги, проложенные как раз и сквозь тоннели, и через пропасти в горах. И как раз паровички-то там и возят пассажиров. Связь связала поначалу все столицы колоний. Это был телеграф в 60-х годах XIX века. А в 70-х годах XIX века была уже проложена и трансконтинентальная телеграфная линия по маршруту, как вы помните, открытому Джоном Стюартом. В результате всего за два часа можно было получить сведения из Англии в колонии. А в начале века, вы помните, для этого требовалось 8 месяцев пути в одном направлении. А уже в 1878 году в Мельбурне была открыта первая телефонная станция. Телефонная станция, которую считали одной из лучших в мире. Вот перед вами операционный зал этой станции, где барышни соединяют абонентов. И телефон заработал не только в Мельбурне, но и в соседних столицах опять-таки. Единственная, кто по-прежнему еще оставалась в некой изоляции, была Западная Австралия. Но, повторяю, эта изоляция была преодолена в конце XIX века. Ну, а с развитием электричества появляются и трамваи, и электрическое освещение становится нормой в австралийских колониях. И в начале века уже появляются первые автомобили. Правда, частные, но тем не менее. Вторая отрасль, куда шли огромные деньги, это было образование, система народного просвещения в Австралии. Перед вами одна из таких школ. Школа довольно скромная. Хэмилтон State School. Даже, видите, номер там 295. Но значение их было колоссальным. Дело в том, что уже во второй половине XIX века государство вводит бесплатное, светское и обязательное для детей с 6 до 16 лет образование. Обязательно обучались дети в школах. Были частные школы. Пожалуйста, конечно, состоятельные австралийцы предпочитали частные школы пансионного типа. Но самое-то главное, мне кажется, было вот здесь, в этих скромных государственных школах. На открытии их собиралось огромное количество народу, потому что это было действительно событие. Событие, ну, я бы сказала, даже национального масштаба. Посудите сами, в начале XX века 84% населения колоний были грамотны. И только 10% признавали себя полностью неграмотными. Если мы вспомним процент грамотности, скажем, в России в этот период, то цифра будет обратная. Государственные школы – это было только начало. Люди, получившие образование, естественно, тянутся и к культуре. И вот превращение колоний каторжников, колоний бесчестия в колонии передовые, без этого никогда бы не произошло. Не может быть без культурной страны с высоким уровнем жизни и процветания. И вот перед вами еще одно здание, построенное Джозефом Ридом. Это государственная публичная библиотека города Мельборна. Удивительное здание, удивительно удобное. Ну вот здесь, видите, современное фото. Австралийские читатели предпочитают, так сказать, на солнышке погреться с книгою. А внутри это здание еще лучше. Оно построено в традициях старинных английских библиотек. Главный зал круглый, по радиусам расходятся ряды столов с зелеными лампами. И самое главное, открытый доступ ко всей справочной литературе. Полками с книгами заполнены все стены круглого зала. И работать здесь, поверьте, сплошное просто удовольствие. До сих пор действует эта библиотека, так же, как до сих пор действует и Национальная галерея Мельборна, построенная в 1880 году. Меценаты и благотворители, до сих пор уважаемые люди в Австралии и многие дамы из высшего общества, считают за честь быть патронессами национальных галерей. Здесь, в Национальной галерее Мельборна, кстати, в конце 19 века располагалась также еще одна публичная библиотека, а также технологический музей. И здесь, к нашему времени, собраны прекрасные коллекции западноевропейской живописи, ранней колониальной живописи и, конечно же, живописи австралийских художников конца 19 века. Нигде богаче собрания вы не найдете, а когда мы будем говорить о культуре Австралии, вспомните, австралийские художники стоят того, чтобы на них посмотреть. Ну и, наконец, высшее образование. Высшее образование пионерами в этой области стали Мельборн. Перед вами как раз здание Мельборнского университета. Пока оно еще одно. Теперь это целый университетский городок, в котором очень легко заблудиться. Но первые здания, как в Мельборне, так вот мы сейчас с вами посмотрим еще и в Сиднее, а это уже Сиднеевский университет, были построены по образцу Оксфорда и Кембриджа. В таком викторианском стиле, неоготическом стиле, с лужайками обязательными, с камелиями во внутренних дворах. Они располагали к размышлениям и к обучению. Обучение стало доступно практически всем. Если раньше только очень богатые люди могли отправить своих детей за границу учиться, то теперь практически каждый мог отправить свое чадо, получить высшее техническое, медицинское, юридическое образование здесь, в колониях. И это, конечно, был колоссальный шаг вперед, за которым последовали и остальные колонии. Конечно же, рычагами и ведущей силой здесь была буржуазия Австралии. Буржуазия, которая вставала на ноги благодаря этому государственному вмешательству, этой государственной поддержке и помощи. И в первую очередь, конечно, когда говорят о том, что в Австралии создали рай, это был рай для буржуазии. Преобладали, конечно, мелко и средние буржуа. Их было до 60%. Крупная буржуазия составляла только очень мелкую часть. Ну, где-то в лучшем случае полпроцента от всего числа предпринимателей. И вот этот средний класс, который правил Австралии, который настаивал на своем, он и создал лицо этой страны. Недаром профессор Фортунатов, один из самых известных статистиков Российской империи, приводил в своих книгах знаменитое четверостишее, бытовавшее тогда в Австралии. Он абсолютный правитель, попробуй, свергни в прах, единственный ныне властитель, средний класс монарх. Но помимо среднего класса, повторяю, были и воротилы бизнеса. И вот как раз мне очень бы хотелось, чтобы вы поглядели на один из особняков, особняков представителей вот такого крупного капитала в Австралии. Такие загородные резиденции строили, конечно, люди, обладавшие миллионами фунтов стерлингов и составлявшие элиту общества. А вот это портрет Малкома Мак-Ичерна, человека, который, ну, по представлениям современников, олицетворял собою промышленную, финансовую и политическую элиту колоний. Он был пионером рефрижераторного дела в Австралии. Помните, я вам говорила о том, что мясное и молочное производство как раз расцвело после внедрения рефрижераторов. После этого он прикупил земель, стал крупнейшим овцеводом, женился на дочери миллионера-промышленника, завел суда и стал одним из крупнейших судовладельцев Австралии. В 48 лет его произвели в рыцарское достоинство, он получил дворянство и занимал пост мэра Мельборна в конце 19 века. Впоследствии он будет депутатом парламента уже всего Австралийского союза. Знаменитые социалисты, английские социалисты, супруги Сидней и Беатриса Вебб, встретились с Мак-Ичерном и говорили о нем так. Это умный, проницательный капиталист с широким кругозором. Ну, в общем, такую оценку заслужить было очень и очень лестно. Каков же общий итог развития колоний за это время? Я вам уже говорила в начале лекции. Колониальное прошлое ушло навсегда. Роль аграрно-сырьевого предатка Англии тоже канула в лету. Теперь мы встречаем, по словам Чарльза Меннинга-Кларка, индустриальное капиталистическое общество 1900-х годов. В истории Австралии это была эра процветания, эра изобилия, когда, как говорили современники, деньги витали в воздухе, и быть бесчестным, оборотистым, наглым и удачливым было модным. А с другой стороны, тоже свидетель этой эпохи, Маркус Кларк, знаменитый роман из второй половины XIX века, говорил, что здесь идет созидание великой нации. И вот мне кажется, что это было главным на данном этапе исторического пути Австралии. А о том, кто создавал великую нацию, ни один Макричерн, поверьте. Мы будем говорить уже с вами в следующий раз. Спасибо вам большое за внимание. Будьте здоровы!